А я, кстати, поняла только что, что я знаю, что в мой дом было прямое попадание, но я никого не просила, ну, узреть, как это. Не беженка, а релокейт. Вечером того же дня у нас был запланирован перформанс. Жень, у нас началась война. Ну и все, и мир не будет прежним. Витаю, с вами Катя Рына, сегодняшний подкаст про войну, а я, наперч, про особистые почутки и ее вспоминания. С початком российской агрессии территорию Украины покинули миллионы людей, яны стали беженцами, але к гостям война нападкала пазами жами родимые. Так здарылась с акторками и акторами плейбэк театра вахтеры, яны с Харкова. У лютым яны поехали на гастроли у Литву за дворотным квитком, але квиток таки и не выкрыстали, тому, что пачалась война. И як гэта, плановать поездку и не вернуться, сустреть войну у чужой краине? Отчувание войны у твоим доме, калі ты застаў ее не дома. Сустрыкаць тут, у чужой краине, беларусов, калі с территории их родимы на твою родину нападаюць. Як гэта все успрымаецца? Як плакаць и жахтаваць? Як глядзець на войны? И вось пра все гэта выпуск сёняшняга подкаста. И ён будзе ў трох мавах беларускай, украинскай и русской. Завважы, што размова с актерами плейбэк театра в актера адбылася ў серэдзіні Саковека. Тады іще невядома было пра, наприклад, тое, што адбылося ў будшы. И, ну, вось так. Ну, а тэпер пазнайомимся з акторами и акторками плейбэк театра в актеры. Я Женя. Я Влад. А мене Аня звуть. Илья. Я Алиса. Лена. Маліка. Настя. І я Аня. З Харкова яни виїхалі 17 лютого. Планувалі у Вільні зіграть шесть перфомансов. І 28 лютого повернутися до Моу у Харкову і жить далі. Так, і в нас були плани на березень у Харкові. Дуже багато планів. Дуже багато студія, наприклад. У нас були плани на все життя. Ну, начебто ми розуміли, що всі ці плани можуть піти кудись в сраку. Але ми все одно це продовжували робити, тому що ми не можемо не робити. 24 лютого ми ще всі жили в одному домі. Я проснувся о 5 ранку, бо мені почала писати, дзвонити має колишня дівчина, яка є моїм близьким другом. Я спочатку не зрозумів, чому, що трапилось. Ось 5 ранку, а вона дзвонила, бо чула вибухи. І о 5 ранку я дізнався, що моє місто завдалося першим атаком. Перші бомби були в звернення. Я прокинулася друга у цьому домі, мабуть, у 8-й годині ранку чи на пів на восьму, тому що я працювати повинна бути такою. Я прокинулася. І перше повідомлення, яке я побачила на мобільному, було від дівчини з моєї роботи. І там було, як ти зараз? Я думаю, так, якщо дівчина з моєї роботи в мене питає, мабуть, стався якийсь треш зовсім. Я відкриваю новини, я гортаю новини. І десь навіть на 10-му повідомленні я тільки тоді починаю розуміти, що це все реальність. Мене починає торсити, я починаю просто бігати по кімнаті, дзвонити матері. І потім я виходжу з кімнати, дивлюся, Ілля сидить. І у нас там був такий ридальний куточок потім. Я проснулася десь в 10, початку 11-го, і, як звичайно, полезла читати робочі чати, тому що я в відпускі на тиждень була. А там вмісті п'яти сообщеньів 250. І я починаю читати, листати, постепенно починає приходити осознання. Я просто, наверное, полчаса, час, рідала, не могла остановитися, звонила мужу. А я проснулася в 10.45, а з дому вся последня, короче, проснулася. Сладко спала, просыпаюсь, Ильяр що-то рядом такой, «Ти аккуратно спускайся в дом», ну, на второму тежі жили, «Там багато плачущих людей». І я така, що? Типа, в сміслі? Війна почалась, обстрілів 5.00. І мені це в сміслі, мені так завісло, що це було те, що ти не можеш в це поверити. У мене жістке отрицання, що я навіть плакати не могла. Я проснулася в домі, де ми жили все вместе, проснулася от плача, от всхлипування. Ну, я так открыл глаза, увидел девочек наших, які ходять по квартире, всі з телефонами, в суєте, в такій... Ну, і понятно було, що-то відбувається, і я сразу не спросив, що збувалося. Я взял телефон і, ну, увидел сообщення від моєї сістри, пропущений дзвонок. «Жень, у нас почалась війна». Ну і все. І мир не буде прежним вже, от після цього моменту. Ну, я теж прокинулась, прочитала, що саме відбулося, і почала ридати і задихатися. Піднялася, побачила Іллю, він мене трохи заспокоював. Потім я подзвонила своєму колишньому, тому самому колишньому, з яким ми домовлялися, що якщо почнеться війна, він якось попіклується про мене. Але, типу, я була у безпеці, а він був, ну, типу, там. І, я не знаю, я з ним поговорила, потім подзвонила мамі, потім подзвонила ще одному колишньому, всім, хто, хто в мене викликав, типу, занепокоєння найбільше. І, типу, це було, звісно, неможливо було усвідомити просто якось про те, наскільки це великі гори та несподіванка та трагедія. Вечером того же дня у нас був запланирован перфоманс. Вот. І ми, да, в цьому стані, ще піхали граємо перфоманс. І наступний день. І наступний день теж було. Да, да. Я можу розказувати свою історію. Она почалася у мене 23-го вечера. Ми созвонилися з мужем ночі. Він вложив моєго сіна спати. У мене муж з сіном остались. Харків, я сіну 6 років. Він вложив спати сіна. Ми так привыкли. Він вкладає сіна і звінить мені, щоб ми могли пообщаться. І воні мені звінить і говорить, що він ходив за водою. Він живет недалеко від вокзала главного. І там полній милиці. Він толпи стоїть. Ну, ми говорили о війне до цього, але так розсматривали це, як щось маловероятне. Але обговорювали. Я теж готовилась в якій-то степені к цьому. І в тому, що він мені сказав, що він дуже сильно волнується. Він почитав різні новини і буде собирати триложний чемоданчик. І тут розволновалась я, тому що він все время обждав мене, що не буде війни, що це моряка за глупости. І він обычно ніколи не волнується, навіть якісь сложні ситуації, критичні, він сохраняє спокійство. І я дуже розволновалась тоді. І так, з тривожністю, с этой легла спати. Але у мене було пряме якесь чувство таке сложне. А утром я проснулася тож поздно, де-то в десять. Я взяла телефон, проснулася на расслабоні, взяла телефон і увидела сообщення о тому, що началась війна. От мужа, в частности, тож. І я помню, що у мене був такий гул в голові, так як звон. Я не знаю, то есть голова як будто включилась, і просто эта інформація вот є. І я, слези починають зразу течь, як будто я где-то там на підкорці осознаю всю масштабність этой трагедії. І я спускаюсь вниз по лістнице, вижу ребят, вони теж все плачут, кожен в своєм телефоні. Я понимаю, що у кожного сейчас своя лична трагедія. І у мене своя, тому що у мене там ребёнок і муж. І муж не в своєм родному городі, ребёнок маленький. І я судорожно починаю думати, що я можу зробити. Я обзваниваю 1-го, 2-го, 3-го. І на 3-м я нахожу автобус, який ввозит своїх атишників в западну Україну. І він через 15 минут уїжджає від станції, яка недалеко від мужа. І я їх стыкую. Він собирається, муж мій, за 10 минут, біжить туди з сином, нашим маленьким, і прыгає в цей автобус. Я помню, що я прийшла к ребятам, я понимаю, що мені потрібно за 5 минут решити, уїжджати к мужу или нет. Тому що, ну, як будь-то б ехати дуже небезопасно, оставатися тож. При цьому мені звонять мої родители і кричать, «Маляка, ні в коем случае, пускай не уїжджай, що ти себе придумала, це все ерунда, не преувеличивай, все сейчас успокоиться, куди вони поїдуть?» І прям давять на мене. А я прихожу к ребятам, і я понимаю, що мені за 2 минуты треба решити судьбу моєго сына, судьбу моєго мужа, і при цьому я... Тому що муж мій в істеріки, він, ну, як не в істеріки, він дуже сильно біспокоен, він говорит, ріши за мене, я не можу зараз решити, я дуже волнуюся. І ми обсудили це з ними за минуту, і скланились з мести, як по моїм очіщенням, к тому, що потрібно їм їхати, і я розуміла, що така відвітність огромна, то есть, що якщо щось з ними злочиться, це буде моя відвітність. І це було так складно для мене, ну, особливо то, що мій маленький сім там. І ми договорились з ними, що ми будемо все время держати зв'язь, ми установили там приложение, яке работает не без інтернета. І в цілому, ну, там, договаривались, що ми там каждий полчасика там списуємся. І ми списуємся, 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 і вроді все у них в порядку, біль-менее. Я теж потихоньку сподіваюся. І тут вони випадають з сети. І їх не тоді час, і їх не тоді два. І це були там якісь дуже переломні часи в моїй житті. І я, ну, розуміла, що може бути все, що угодно. Вот. Ну, починаю з того, що їх на КПП остановили, і вони там задержані, чи їх взяли в плен, чи їх розділили, тому що мій муж не успіло вважати документи на ребенка. Вот. І вони були в іншій квартирі. І, в общем, я розумію, що, ну, вплоть до того, що їх автобус розстрелян, да, і якби все. І я не можу никак с ними сконнектитися, тому що с кем вони їдуть, я не знаю, мені нет цих контактів, і милиція, конечно же, щас не работает. І вот я, як будь-то б, почувствувала себя человеком, який все потерял в це время, в ці часи, поки вони не відходили на зв'язку. Очень для мене це було щось таке больне, ну, прям убивающе. Ну, потім все хорошо, казалось, в смысле, якщо так можна вообще выразиться, в даній ситуації просто у них там долго не було связи, вони там долго стояли в очереди в автобусі, тому що все уїжджали, і були огромні там, які, як вони, пробки, да, але, конечно, для мене це було щось дуже страшне. Я помню, що ми збиралися на перформанс, а я не знала, як я взагалі. Тобто я як будь-то умерла в якій степі, у мене був такий ужас. Але потім вони написали, і ми як раз вже збиралися виїжджати через 10 минут, і мені так полегчало очінь. Я паехала, і ми отыбирали тут перформанс. Я гляжу шмат фото і відео про стан Харькова, але в гэтам городзі я ніколі не была, і не ведаю його. Ці ва так само глядзіць, гэта відео, фото, і ці може... Там вельмі шмат заруйнованных будинків, яких уже не існує. Так, звичайно. Це сірот вашого життя. Єсь такі будинки, які були для вас? Сьогодні влучили в мій дім. Не в мою квартиру, але поряд. І я дивився сьогодні фото, як горить мій дім. І те, що на фото, те, що викладають в інтернеті, воно не передає того, що дійсно такується в Харкові. Бо це лише крапля, те, що знімають. В мене багато друзів, хто там залишився. І кожен день вони присинаються та засинають під взриви. І це дуже... Я навіть не знаю. Я можу тільки уявляти, як їм. Бо я не там. Але кожен день я чую, що там трапляється. І фото, і віліо це не передають. Мій офіс просто зарівняли з землею. Типу там, де я працювала, це багатоповерхівка, і це сучасний офісний центр у центрі міста. І спочатку туди влучили у перший поверх, і воно було трохи, ну, типу, паламане, але стояв цей офісний центр, там 10 поверхів. Але буквально, типу, на наступний день його прям зрівняли, ну, типу, з землею. Він повністю був зруйнований разом з усіма речами, які там були. Я навіть новості особо так не смотрю, тому що, ну, я не можу видіти ці картинки. Я буквально позавчора, по-моєму, ночі я що-то посмотрела і поняла, чому я не хочу це смотреть і не можу взагалі це повністю відріцання, взагалі невозможне це. Тоже саме, да. Я, як би, слежу за новостною лентою, і там мелькають фото, от цього, як би, нікуда не деться, але відео я практично не включаю. Я, як би, ну, відео – це, як би, такий спосіб приблизитися к цій реальності, і я не хочу. Я, наоборот, смотрю, і я хочу бути близка к цій реальності, я хочу розуміти, в якому станію зараз мій міст, мій любимий і дуже любимий мій міст, в якому я родилась, в якому станіі зараз мої друзі, які по нему ходять і видять ці, і у мене некоторые друзі ходять, знімають, тому що вони оператори, там режісіри, фотографи, і вони, ну, їм нічого не остається, як фіксувати цю реальність, і мне, як будь-то б, хочеться бути і чуствувати, то, що чуствують ці люди. У мене часто є, то, що я нахожусь з ними там, і мені не хочеться терять з ними связи, і тому я хочу понимати, що вони пережили. Хоча я понимаю, що між днамі все рівно пропасть, тому що то, що вони впитують кожний день, до мене доходить тільки ехо. Я дивлюся фото та відео, і інколи я це роблю, прямо збираю деякі фото, щоб писати пости, щоб повідомляти своїм друзям, які за кордоном, але не з України, і вони можуть бути з Росії, чи Білорусі, і вони хочуть допомагати, і вони хочуть знати, що поїться. Ось, тому якось я ще збираю матеріал, і це теж така, не знаю, чи має це якийсь сенс великий, це не має це великого сенсу, але це мені надає якогось внутрішнього сенсу, чому я це роблю, але це більше схоже на мазихізм. Просто. А я, кстати, поняла только, що я знаю, що в моїй дом було прямое попадання, але я нікого не просила, ну, узреть, як це. Ну, то есть, це таке інтересне щас відчування у мене. Ну, і не хочеться, якби там. Ну, я там знаю, що з роботи у мене плохо, ні, ти і вже. Вот. Ну, і як-то я нормально це розприняла. А дом, якбито б... Он не мелькає просто, а попросить кого-то пойти, у мене рот не відкриває. Ну, то есть, це опасно. У мене дом стоял на стратегіческой точці, на мості. Ну, то есть, і там мост, він імеє свої особи, і. Тому, вот, нікого туди нельзя посылати. І так, як-то странно мені от цього. Я не понимаю весь объєм случившогося. Це так интересно. У мене смішно получилось. 28-го должны були вернуться в Харьков все. І, типо, 1-го марта я должна була заехати в нову квартиру. В Харькове. Ключи от этой квартиры. Мені должна була привезти женщина із Сум. І 24-го числа она мені звонить. Ань, извините, у нас тут така ситуація. Ви поймете, я не доеду. Я така, я понимаю, що ви не доедете. Вот, як-то так. А хто існу. А хто існу. Існу. Што такоє плейбек театра в актёры? Гэта театр імпровізацій. Гэта незвычайны театр. З незвычайными постановками. Бо загадзя невядома, як пройдзі спіктакль. Усё залежыць ад глядачоў. Яны распавідають свае уласны історіі. А акторы театра яе паказываюць прас эмоціі. Які історіі распавідають глядачыі. Ті, які іх турбуюць на дадзіны момант. А дадзіным момантам аказалася, канешня, вайна. Напрыглад, з месце устала жанчына і сказала, я ўже довгий час живу ў Літве, але я родом з Расіі. 24 февраля моя страна просто не стала. Моі друзі, які залишся там, вони либо там меншу, хто-то підтрюєє, все висі цікувалися. Але большинство з них, якщо вони висказываюць своє мнення, їм грозит беда, їм грозит автозап, хто-то може, хто выбирається. Ну, я, в общем-то, лишилась своїх корней 24 февраля. І це ма історі. А які історії розповідалі беларусы? Про ад'єсты з радзімы, про жнівінь 20-га і затриманні, про родный город, дзе ты клею протестны улёткі і Беларусь, куды ты невядома, калі вернішся. Про мужа палітвязні, якого затрималі сіловякі разам з дзятёнкам дома. Ну, караці історії, такія знайома ўсім нам, але такія новая прас їх асабістості. І всіх ті історії адлюстраваў театр вакцёры. Гэта емоційна і аффектна. І тут прас аудио конечне гэтага не перадаць. Я думала, що я вже ніколи не снову. Я думала, що я вже ніколи не снову. Я думала, що я вже ніколи не снову. Освобождение. Освобождение. Спасибо. В этой спектакле отбился о белорусском доме у Вильни. Именно там я с представниками и представницами театра и разговариваю. Мне очень интересно, как театры и актеры ставятся для белорусов и белорусок. И что думаете про их? Я следил за обстановкой в Беларуси в 2020 году. Я очень переживал из-за событий, которые там происходят. Я, если можно так сказать, болел и действительно верил, что вот как бы совсем близко, вот совсем близко и дожмется этот режим. И Беларусь будет свободной. И я там переводил деньги, какие-то посты писал. Каждый день смотрел какие-то обзорные выпуски, какую-то аналитику событий. И я понимаю, что вот проходит месяц, второй, ситуация уходит из новостной повестки на второй план. И как бы нету сдвига, нету вот этого решающего какого-то победного шага. И это было очень страшно и грустно. И сейчас у меня, ну, многие вот испытывают определенные как бы негативные чувства там к россиянам, к белорусам из-за того, что происходит на Украине. Ну, то есть, россиян, понятное дело, белорусов, потому что тоже в какой-то степени их страна принимает участие в войне. Но я как бы не могу сказать, что я, ну, в принципе, испытываю какой-то негатив к белорусам, потому что мне кажется, белорусы сделали очень много для того, чтобы свергнуть этот режим. Они сделали гораздо больше, чем россияне делали когда-либо. Вот. Поэтому я могу понять людей, которые говорят, что каждый русский ответственен за то, что сейчас происходит на Украине. Но с белорусами история другая. То есть там действительно было сделано очень много, но этого очень много оказалось недостаточно. Я очень общаюсь с белорусами, и я встретилась, ну, типа, с персональными историями тут. То есть я слышу именно историю от тех, кто вимушен был поездить. И мне кажется, что это наша общая борьба, борьба против какой-то идеологии и режима, который не хотим ни мы, ни белорусы. Но я также постоянно на прузе, потому что собираются какие-то батальоны для наступа на Волинь из Белоруси. И мы постоянно на таких, ну, типа, на таком стрёме, что кто-то будет, ну, зацикавленный, и что это, что підуть белорусы воювати на Украину. Потому что уже, ну, був такий критичный момент, и у новинах писали, что там немотивовані люди идти воювати, и они не могут ніяк начать наступ через низкую мотивацию. И сейчас, ну, реально, очень много напруги в этом месте, потому что там на Волинь реально чекают уже белорусы, и на стрёме сидят. Ось, и это очень страшно, если они доедаются до войны. Но тут, ну, я встречаю больше людей, которые поехали, то есть они уже, ну, в каком-то смысле, отреклись от того, что делает влада в стране, и створяют опозицию в том, что делает влада. И у меня нет какого-то негатива для людей, что я встречаю тут. Я понимаю, что это оккупация страны, которая хотела быть свободной, и что люди этой страны, так, они боролися за свое право быть свободными. Ось, и на их правила, что есть один мудень, который делает то, что делает. Люди, это не россияне, потому что люди выходили, люди страдали, и они боролися, и они не боялись. Это большая разница. Они не текали массово от кубков полицейских. В нашей стране когда-то стало так, что смогли сломать режим. И так я, как и передо мной говоришь, очень сповчував и молился, чтобы Беларусь была свободной. Так, мы сейчас много общаемся с беларусами, и это нас объединяет, это боль. То, что произошло, мы две нации, которые встречают наши страны. И каждая нация старается бороться, как умеет, как может. У меня есть несколько близких людей из Беларуси, ну, просто потому, что мы коллеги. Вот у меня компания, которая украинская, русская, литовская, что там, откуда мы там еще есть. Теперь мы вообще все разбежались по суперразным странам, понятное дело. Так вот, вот в прошлом году и в позапрошлом много ребят из моей компании, из белорусского офиса, они куда уехали? В Киев. И пытались обрести домик в Киеве, и получили там и, как там у нас называется в Украине, вид на жительство. Да? В общем, вид на жительство. Вот, и мы классно с ними, вот в октябре у нас был корпоратив в Киеве, и потом еще я приезжала в Киев, и мы общались. Я слышала эти все истории про, блин, автозаки и 15 суток, и про то, как они лесами, блин, уходили, и буквально. И вот они в Киеве обретают новый домик, и вот сейчас они убегают. Только Европа их почти не хочет видеть. Ну, нету каких-то льгот, чего-то. Ну, очень сложно. И я прямо, ну, я прямо чувствую вот эту вот боль в этих словах, где, ну, типа ничего. В 20-м году мы в одиночку справлялись, и сейчас справимся. И мне так больно, я ничего не могу сделать, и как будто бы, ну, типа я не могу этот опыт на себя как-то переложить, потому что как раз мы получаем столько поддержки, что ее некуда как будто бы уже пихать. Прямо хочется ее в Украину направить, прямо вот так вот всем, вот так вот возьмите, пожалуйста. Вот. И, ну, как-то так, прям очень больно сильно из-за сейчас, из-за тогда. Мне очень-очень жаль белорусов сейчас. Я прожила в Беларуси 6 лет, мой муж белорус, мой сын там родился. Переехали в Харьков. И вот в 20-м году, когда все началось, я была просто в полном шоке, потому что люди поднялись. Для меня это было очень что-то восхитительное. Я просто сияла от счастья, если честно. Я смотрела на эту толпу и думала, ну, все, наконец-то, переворот. Вот честно, я прям, ну, я не сомневалась, что это будет, потому что люди 20 лет молчали. Для меня это такая навструстрированная энергия, которую невозможно сломать никак. И потом я увидела, как их пиздят, простите за выражение, до смерти, в буквальном смысле. Как их нещадно просто уничтожают. И я понимала, что это невозможно выдержать. Это просто, я не знаю, я плакала с утра до ночи в течение нескольких недель, потому что я видела, что вот это прекрасное, я не знаю, движение, оно просто вот так как-то жесточайше забивается, да, и убивается. И люди в буквальном смысле умирают от избиений и от пыток. И я помню, что в какой-то момент я не выдержала. Я понимала, что я три недели рыдаю, не ем, не сплю, не кормлю своего сына, не ухаживаю за ним, не могу ему уделить внимание и ничего не могу сделать. Вот эта вот фрустрация моя, она, я поняла, что мне нужно как-то просто тупо ограничивать себя от новостей, хотя мне было очень стыдно за то, что я так поступаю. Вот, и вот сейчас, когда я здесь, я очень много встречаю белорусов, и я так радуюсь, потому что я могу выразить свое сострадание им наконец-то. Вот, и что они, ну, они меня восхищают тем, что они не перестают бороться с этим. Это вызывает во мне слезы восхищения. И мне так горько, что сейчас этих людей, которые так много терпели и натерпелись, и заслуживают поддержки, а их как бы, ну, как немножко, некоторые к ним относятся негативно. Как-то жестоко, ну, как будто они-то не заслужили. И мне очень от этого и страшно, и грустно, и больно, и я очень хочу, чтобы это изменилось, потому что это несправедливо, мне кажется, такое отношение к белорусским людям, которые сопротивлялись этому режиму как могли, ценой своей жизни, жизни своих детей, жизни своих жен и мужей. Ну, я знаю, что там было очень много мирных акций, особенно вот это женское движение. Вот, и у меня постоянно в этом, ну, были параллели на акции, которые еще Махатма Ганди делала. То есть у него же тоже было мирное движение, и как с ним поступили. Ну, а для меня это как будто бы такая супер несправедливость, что ты, блин, пытаешься добыть свою свободу и жизнь, типа, мирно, никого не убивая, а тебя, сука, убивают. Это просто, ну, это, блин, очень невыносимо и несправедливо. У этой истории есть еще одна страна, Литва, якая прямая и белорусов, и украинцев, и не только, как бы, державна, але и особиста. Это сголонас. Так зовут литовцы, який просто займается IT-технологиями, и який сам и запросил Харковский театр вахтера на гастроли у Литву. И он так само пажадал поудельничать у подкасте. Да, приехал театр, остались беженцы. Вот, то есть, в принципе, это сейчас как раз переживаю, переживаю, с одной стороны, с театром из Украины, то есть, с первого дня, то есть, видел все эмоции, все. То есть, опять же, как литовец, как бы переживаю, но, как бы, у меня в стране нет войны, соответственно, поговорить об этом тоже не всегда есть с кем. С другой стороны, есть в Белоруссии отдел около 30 человек, один из наших во всей Европе. Сейчас думаем, как его перевезти оттуда. То есть, тоже начинается утро с того, что проверяем ли все еще есть связь, ведь деньги дошли. Вот, соответственно, да, ситуация не из приятных, но, в общем, да, хотелось сказать, наверное, про то, что все есть люди. То есть, и украинцы, и белорусы, и россияне даже, то есть, в принципе, повсюду есть хорошие люди, повсюду есть люди, которые понимают, что творится. И очень жалко, что вот то, что творится, особенно с властью, особенно в России и Белоруссии, то есть, это накладывает какую-то печать на всю нацию. Я надеюсь, ну, вот надеялся несколько лет назад, когда пустили даже Белоруссию ездить без визы в Минск на один месяц, что все уже, наконец-то, 21 век, цивилизация пришла, сейчас все будет вообще хорошо, но, увы, после этого как-то это реальность чуть-чуть сломалась. Надеюсь, что, опять же, 21 век, и что-то случится, как-то это решится, и мы опять придем к этому красивому миру. Не беженка, а релокейт. Мы очень много шутим о том, что вы беженцы, бешенцы от слова бешеный, вот, и просто тоже с Алисой очень много шутили, что вот мечта была путешествовать и зарабатывать творчество. Ну, блин, не такой ценой, надо было четче формулировать запрос. То есть, ну, нет, нет ощущения вообще вот этого. То есть, есть какое-то подвисание, непонимание вообще, что происходит, но у меня есть, короче, постоянный режим адаптации. Я, где бы я ни находилась, я обязательно должна себя спасти, и только тогда уже других. Я очень злюсь, я не могу признать себя беженцем, потому что я не убегала, я этого не выбирала, я просто приехала делать плейбэк. И у меня сейчас такая ассоциация, знаете, фэнтези книги, где есть попаданцы. Они такие, оп, и случайно попадают в какой-то другой мир. И вот я, по ходу попаданец, а не беженец. Вчера я просто ходила по Вильнюсу и рыдала, потому что я зрозумела, что мне не надо куда вернуться, и что моего минулого життя нет, и что я это не выбирала. И это было очень боляче, потому что я находлюсь там, где я не выбирала, чтобы находиться сейчас. Я находлюсь там, где я не хочу быть. Я сначала думал вернуться, но у меня нет военного опыта совсем. Меня в территориальную оборону не возьмут. Я буду балластом або волонтером. Ось. И если повернуться, то только в Харково. Я не хочу ни до Киева, ни до Львова. Они мне близки. Я очень люблю эти места. Но если повернуться, то только в Харково. И я каждый день про это думаю. У меня большое чувство о винове. Потому что мои родители, мои родители, они волонтерят, они из Днепра возят продукты, лекарства, до Харкова. И я буду повертаться, отбудовывать свое место. Я не оставлюсь тут. Я хочу вам очень сильно благодарить. Особенно за ваши добрые слова при белорусах. Я никогда не была в такой ситуации, когда любые слова подходили. Потому что на самом деле не совсем заразумело. Мне подойдется, чтобы я не сказала, это будет не подходит. Типа, держитесь. Удачи. Это можно. Например, у меня есть знакомый с Мариуполя. И когда я пару дней читала про гуманитарную катастрофу, я пару дней не видала. Я хотела ему написать, и я не видала, что ему написать. Привет. Как ты? Как дела? Я бы никогда не написала, с вами все доброе. Он выехал в ОСЕ. И не знаю, что вам сказать, но я очень эмоционально вам дякую. Мне эта ситуация выращается. И в Беларуси, Господи, так само. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Беларуси. Привесно. Ну, вот я заразумела, что в первую ситуацию, каля не ведаю, яке словы подобрать. И тому вот я сказала гэта на упрост. И таким чином и завершаю гэта подкаст. Саправды слов не хапая. Ёсць пачутцы. Про гэтай был сегодняшний выпуск подкаста. Подкаст весна пройдя, я с ним я на разных пляцовках. И буду дячна за ваши комментарии, репосты и расшар. На гэтам я с вами развитываюся. Бывайте. Мой сон провел ску деда был, где древ и зеленый луг, где солнце, обдымая золотом, по куль шавайц залез.